Сатирическая клоунада Приехала и произошло чудо. Знаете, как у Шварца обыкновенное. Ко мне пришли дети. Первый курс студенты. Такой студенческий актив. Пять человек. Совершенно не понимающие, зачем они пришли. Но им сказали, надо пойти на новый проект. Они пришли, мальчишки и девчонки. Они ничего не знали о театре, ничего не умели. Но у них были такие горящие глаза. Они все хотели. Что бы я им не давала, что бы не говорила. Говорят, ребят, а давайте мы... Давайте. И закрутилось, вспоминает художественный руководитель и основатель театра Ольга Кобецкая. Репетиции, премьеры, гастроли. Сегодня в труппе более 20 человек основного состава. Отдельная группа из начинающих актеров детского возраста. А недавно в театре стали заниматься люди старшего поколения. Говорят, именно здесь, в крыльях, словно заново обрели себя. И однажды она нам сказала то, что мы вот пришли, что мы хотим здесь. Кто мы такие? Зачем мы здесь? Она открыла нам вот это вот то, что было в подсознании. Работа в этом театре окрыляет каждого актера в любом возрасте и роли. Я здесь сейчас, да. Я сейчас объясню, почему. Когда я пришел, я понял, что здесь можно реализовать все свои мечты. Здесь можно и художественный мой дар приложить, и музыкальный, и поэтический. Здесь можно и писательский талант, и игру на сцене, и эмоционально можно получать отдачу от зала. Четыре новые постановки в год. Собственная сцена в театральном центре Жаворонки. Местные жители окрестили его наш Большой театр. А День Победы без этого коллектива и вовсе сложно представить. 9 мая без Ольги Николаевны Кобецкой никто уже не представляет себе праздника, потому что это театр, который создал и агитбригады, и фронтовые бригады, с которыми мы объехали буквально весь наш городской округ, и не только соседние наши области. А в прошлом году, когда была пандемия, Ольга Николаевна просто приезжала, выходила во двор, свой коллектив рядом выставляла и фронтовые концерты под балконами наших ветеранов. Секрет такой работоспособности и успеха прост, делится Ольга Кобецкая. Это безусловная любовь к своему делу. Я очень счастливый человек. Не потому, что у меня не было в жизни сложности, да, то есть у каждого человека есть свои проблемы, сложности, и путь у нашего театра тоже очень-очень нелегкий. Но я счастливый человек, потому что я ни разу, слава Богу, в своей жизни не занималась тем, что я не люблю. И вот эта любовь к тому, что ты делаешь, она помогает творить чудеса. И эту любовь, творящую чудеса, чувствуют не только зрители и гости театра. Без своего любимого крылатого театра актеры не могут прожить ни дня. Они, не сговариваясь, называют его своим вторым домом. Я с малого детства на сцене, и поэтому это уже как второй дом. Это второй дом, возможность реализовать какие-то свои идеи. Театр – это самовыражение, это то, где мы действительно живем, где мы обрели, наверное, второй дом. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».